Ассоциация педиатров представляет цикл лекций «Школа питания». Ведущие специалисты осветят проблемы диетотерапии и расскажут о роли полноценного сбалансированного питания здорового ребенка. Присоединяйтесь к школе питания. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш сегодняшний вебинар в рамках школы питания. И участник нашего сегодняшнего вебинара Александр Николаевич Пампуры, доктор медицинских наук, руководитель отдела иммунологии и аллергологии Института Вильтищева. Добрый день, Александр Николаевич. Добрый день, Александр Николаевич. Добрый день, коллеги. Как мы уже с вами говорили на предыдущих вебинарах, мы стараемся строить нашу беседу таким образом, чтобы она была максимально приближена к вашей реальной жизни. Поэтому большинство вопросов, которые я сегодня буду задавать, Александр Николаевич заранее не знал. То есть он оказывается в аналогичной ситуации для вас, когда вам задают вопросы родители, вам приходится принимать решение непосредственно во время приема. Готовы, Александр Николаевич? Да, конечно. Некрасно. Итак, тема сегодняшнего нашего вебинара – безмолочная диета и аллергия на белок коровьего молока. Безусловно, сбалансированное питание имеет огромное значение для поддержания здоровья, для профилактики и в том числе как часть лечения. И когда мы говорим о сбалансированном питании, очень важная составляющая – это поступление белка, особенно для детей, особенно для детей раннего возраста. Молочный белок прекрасно усваивается, молочный белок полноценный. И тем не менее, бывают ситуации, когда кажется, что именно молочный белок оказывается для ребенка неподходящим продуктом. Что же делать в этой ситуации? Ну, уже, наверное, на сегодняшний день много копий сломано по поводу того, что нужна безмолочная диета, вообще нужна или минусонная диета или нет. Александр Николаевич, вот Ваша точка зрения, собственно, ограничительные диеты, когда они нужны и кому? Или, может быть, все-таки мы чересчур активно используем? Ну, в реальной аллергологической практике, если мы подозреваем, что у ребенка есть аллергия к белкам коровьего молока, особенно если это ребенок первого года жизни, лимонационная диета практически всегда показана. И, условно, вы абсолютно правы, что белки коровьего молока – это номер один аллерген, которым ребенок встречается при раннем употреблении продукта. Поэтому и аллергия к нему достаточно часто бывает. Но если мы подозреваем аллергии на первом году жизни, именно до коровьего молока, то выход в элиминации данного продукта, даже до начала какой-то диагностической информации, до определения специфических IG, каких-то еще тестов, в любом случае элиминационная диета – это обычная практика. То есть, если мы говорим о ребенке первого года жизни, первый шаг – это элиминационная диета. И, опять же, понятно, что именно молоко, если мы говорим в данной ситуации, наверное, об искусственной искаживании все-таки, оно будет первым шагом в лечении фактически и диагностики. Да, на самом деле это шаг одновременно и диагностический, и лечебный, абсолютно, скажем так, доказанный шаг. И замена, точнее, выход на высокую гидролизную смесь – это первое действие, которое должен сделать педиатр по определению, если есть хоть малейшее подозрение на аллергии в другом корове молока. То есть, естественно, что убрать коровье молоко у взрослого человека, у ребенка-школьника – это не так сложно было. А у ребенка первого, второго года жизни, если он находится на искусственном скармливании, конечно же, это такая уже задачка посложнее. Вы сказали про гидролизованные смеси. То есть, вы считаете, что есть ребенок на приеме непосредственно с, как сказать, наверное, в этой ситуации, с топическим дерматититом? С чем приходит ребенок к вам? Ну, понятно, что наиболее часто – это дети с топическим дерматитом. Мы хорошо понимаем, что топический дерматит по определению начинается после трех месяцев, с трех месяцев. Очень маленькая группа детей, у которых он может возникнуть раньше. Но в основном в три месяца мы можем поставить такой диагноз, проявления обычно типичные, эритема, расчесы, зуд – это ключевой признак атопического дерматита, типичная локализация и так далее. То есть, наиболее часто это где-то 1-2-3-5 процентов детей первого года жизни. У них мы можем выставить диагноз «атопический дерматит». И, по сути, многие из этих детей будут иметь аллергии белков, коров и молока. Поэтому в этой ситуации смеси на основе глубокого гидролиза, а аминокислотные смеси, они являются первой линейкой или только в том случае, если они эффективны смеси на основе глубокого гидролиза? В обычной практике, конечно, педиатр должен поставить мезологический диагноз. То есть, поставить просто аллергию белков, коров и молока, так не проходит. То есть, должен быть уставить диагноз, допустим, атопический дерматит, ангиотек, крапивница, анафилоксия. То есть, это должно быть поставлено, если у ребенка атопический дерматит, то, как правило, первый выбор – это высокая гидролизная смесь, ее неэффективность – это показания к использованию аминокислотной смеси. Но до того, как перейти на аминокислотную смесь, педиатр обязан оценить все возможные нюансы, почему не помогает высокая гидролизная смесь, насколько эффективна наружная терапия, насколько комплоентны родители и так далее. То есть, вопросов очень много. В любом случае, переход на аминокислотную смесь – достаточно серьезное решение, которое должно быть взвешенное. И переход тоже возможен. Самое главное для аминокислот, самое главное показание – это острые реакции. Если, допустим, ребенок имеет анафилоксию, либо ситуацию близкую к анафилоксии, допустим, на минимальное количество коровьего молока выраженный отек, крапивница – это не анафилоксия. Но понятно, что в ближайшее время при изменении условий экспозиции может у этого ребенка возникнуть анафилоксия. И в этой ситуации, конечно, смесью выбора будет аминокислоты. Но схожая ситуация и с, допустим, с анафилом и азофагитом, который, конечно, не так часто у детей, первый год жизни, но теоретически редко он возможен. А каким образом необходимо вводить эту смесь в питание? Как вы рекомендуете делать это одномоментно и в отношении смеси на основе глубокого гидролизата, и если мы с нее переходим на смесь на основе аминокислот? Или все-таки это постепенно? Ну, на самом деле, есть различные позиции по данному поводу, и любая позиция как-то обоснована. С точки зрения эффекта, мы всегда должны заботиться о ребенке, чтобы не родители тоже увидели эффект. В этой связи переход, и как аллерголог, я всегда это делаю очень быстро. Более того, смеси могут иметь различный вкус и так далее, могут быть какие-то вкусовые предпочтения у ребенка, и могут быть проблемы, когда просто ребенок может отказываться от смеси. Если мы одномоментно переходим на… ну, и тут же увидим эффект. Это очень важно, и это важно и для родителей, безусловно, для ребенка. Мы сразу же видим эффект, и наша кооперация в лечении ребенка, она, конечно, намного повышается. Ну, и поддержка со стороны родителей. А когда эффект мы видим? Ну, как же мы хотим обычно? Волшебную таблетку. Дайте мне волшебную таблетку, чтобы вот сегодня я ее выпила, и уже через час все было хорошо. Так же родители хотят и для ребенка. Абсолютно согласен, и когда мы лечим, мы должны это учитывать. Ну, мы должны понимать, что используя, допустим, высокую гидролизовую смесь, либо аминокислотную смесь, мы, если у ребенка атопический дерматит, мы увидим эффект достаточно быстро, это обычно в течение одной недели. Ну, то есть к концу недели мы обычно видим эффект. Но при этом мы делаем всего лишь гидротерапию, мы убираем триггер, как пищу. Безусловно, при этом должны быть соблюдены другие лечебные мероприятия, допустим, адекватная наружная терапия, датчик системной терапии и так далее. То есть удаление, допустим, какого-то ингаляционного аллергена, если он у этого ребенка значим. То есть мы должны увидеть эффект реально где-то через одну, максимум, две недели. Если одна-две недели неэффективна наша терапия, то, безусловно, ребенка нужно переоценить. Может быть, это другой специалист, может быть, какое-то кардинальное изменение действий, переход, допустим, с высокогидролизной смеси на аминокислотную смесь и так далее. То есть действий очень много, но главное, что это, в принципе, правило. Если ребенок в течение двух недель с этапическим драматитом нам не удается добиться ремиссии, это показание к тому, что мы что-то делали полностью с этим ребенком. То есть правильно ли я вас понимаю, что назначили высокогидролизованную смесь, если по шагам, в течение двух недель эффекта нет. Мы полностью возвращаемся на предыдущее питание, не продолжая эллиминационную диету? Или следующий шаг – это смеси на основе аминокислот? Следующий шаг – если ребенок, скажем, за эти две недели его посмотрел более квалифицированный врач, более узкий специалист, специалист с экспертным мнением, то уже как бы он не может перейти на аминокислотную смесь. Но, безусловно, это должен быть обдуманный шаг. Перешли на аминокислотную смесь. В течение какого? Опять мы ждем две недели в этой ситуации? Нужно понимать, что аминокислоты точно так же, если они в пище имеют значение, как клинически значимый триггер развития дерматита, то мы увидим эффект достаточно быстро. Возможно, такие ситуации, когда огромное количество трогих аллергенов, допустим, эллиционных в окружении ребенка, но при этом 2-3-4 недели, у нас есть правило, 2-4 недели, мы должны иметь эффект аминокислот, если триггер пищи. Поэтому вот эти 2-4 недели, они созданы для того, чтобы доктор не отдыхал, они созданы для того, чтобы мы скоррегировали наружную терапию, если нужно, для системной терапии. Здесь, наверное, очень необходимо подчеркнуть для коллег, что когда мы назначаем эллиционную диету, это не значит, что мы, первое, отменяем наружную терапию, отменяем при необходимости, если была назначена, системная терапия, и просто сидим спокойно и ждем. Нет. Это период, когда мы должны обдумать дополнительно состояние ребенка и подход к терапии. Это одна из ключевых позиций современной детской аллергологии. В целом, в аллергологии мы всегда должны предвидеть то, что будет, мы должны выставить для себя хотя бы тренд, какой-то прогноз у этого ребенка, понять, что дальше делать. И, безусловно, если необходимо, если нет, либо есть эффект, попытаться, если, опять-таки, это возможно, особенно у детей после 6 месяцев, провести хорошую аллергодиагностику. Ту аллергодиагностику, которая может принципиально что-то изменить в дальнейшем мире. А что значит хорошую аллергодиагностику? Можно попросить подробнее немножко? Ну, в детстве, конечно, как и везде в мире, мы делали ронокапы. То есть та диагностика, которая чрезвычайно специфична, чувствительна, но является вузовским стандартом. И мы можем на те цифры, которые нам, допустим, мы увидим наличие IG у ребенка, какие-то количественные цифры, мы можем на них уже смело базировать нашу дальнейшую тактику, предвидеть, когда мы введем продукт, ранее элиминированный, предвидеть тяжесть реакции, которые могут возникнуть у ребенка, исходно понимать, допустим, что давать просто высокий гидроидную смесь будет неэффективно, уже выйти на кислот намного быстрее, понять, какой еще прикол должен быть. То есть это те вещи, которые желательно сделать где-то с 6 месяцев до 12 месяцев, если ребенок хотя бы со средне-тяжелым этапическим драматитом. Понятие тяжести – это очень важно для педиатра, для аллерголога. А какие критерии можете привести для именно средне-тяжелого этапического драматита? Вот есть критерии, которые прописаны в клинических рекомендациях, но если говорить, я понимаю, что не всякий педиатр будет оценивать индекс корот, и в принципе, я думаю, скорее всего, это не нужно делать на первом году жизни, потому что очень вариабельно, можно дать быстро терапию какую-то, дать, допустим, диету, и резко мы увидим улучшение. Индекс корот не будет столь показателем, но критерии какие? Недостаточно ответной терапии, наружной терапии, распространенность пациента. Если больше 30%, это всегда уже какая-то большая проблема. Мокнутия, особенно некупируемые мокнутия. Наличие каких-то острых ягодцев у того же самого пациента, на какие-то, допустим, пищевые продукты. Это недостаточный ответ на кортикостер. Это можно много перечислять, на любом случае. Это основное, то, что видит педиатр непосредственно. Потому что прекрасно, когда мы говорим про крупный город, где возможно попасть к аллергологу, но наша страна очень большая, и, к сожалению, далеко не всегда мама может быстро пойти к аллергологу. И этот ребёнок оказывается у педиатра. И педиатру приходится принимать решение в этом случае. Вот мы видим результат. И вы принимаете решение, что элементационная диета, аминокислотные смеси, смеси на основе глубокого гидролизата, в зависимости от ситуации, они должны быть в питании ребёнка. Как долго? Потому что вы уже произнесли. И мы обдумываем, предполагаем, когда мы сможем вводить другие продукты. Вот давайте об этом поговорим. Что мы обдумываем? Как долго сохранять строгую элементационную диету? Есть общие правила, которые зафиксированы в клинических рекомендациях и в различных согласительных документах. Как правило, минимальный срок 6 месяцев. Это ситуация, когда подозрение на аллергию к белкам, корове и молока, именно подозрение. То есть мы 6 месяцев не трогаем. Вот мы увидели результат, и 6 месяцев ждём, строго соблюдает ребёнок элементационная диета. Если это проявления только были у ребёнка, атопического дерматита, если они были не тяжёлые, ну вот этих если много, но 6 месяцев это не менее. Если же были проявления, как мы говорили, перечисленные средне-тяжёлые, либо какие-то были острые реакции, либо реакции на минимальное количество продуктов, можно долго перечислять, но в любом случае, когда у вас есть какое-то опасение, в этой ситуации пауза должна быть не меньше 12-18 месяцев. И что очень важно для нас, сделать определение специфической Айджи до начала, в начале этой диеты, и сделать её в тот момент, когда мы хотим что-то изменить. Вести вновь продукт, это точки риска, когда мы хотим вести продукт, в зависимости от динамики показателей Айджи, в зависимости от динамики клинических проявлений у конкретного ребёнка, мы либо будем вводить, либо оставим на потом. То есть мы не просто так пробуем, а всё-таки перед тем, как мы решаем, что мы начнём расширять диету, мы проводим лабораторную диагностику. Это как бы абсолютное правило. Более того, надо понимать, что если у ребёнка, есть определённые ограничения, если у ребёнка были острые реакции, то введение продукта возможно только в условиях либо стационара, либо на глазах, когда у вас есть возможности, должно быть обдуманное решение. И понятно, здесь вы должны опираться, педиатры, на аллерголога. То есть здесь такая достаточно сложная ситуация. То есть это не то, что мама сама дома, и говорит, знаете, что давайте расширять диету, а и мама дома даёт баночку йогурта. Нет. То есть это вот в Москве создали так называемый регистр тяжёлых реакций, анатолагических реакций. Он действует сейчас в Морозской больнице, если мы говорим о детстве. И очень много детей именно с собственными реакциями попадают. Их история буквально такая, когда мама хочет ввести продукт, который ранее был исключён. Такое вроде бы логичное действие, но на самом деле так не должно быть. Доктор должен пытаться контролировать ситуацию. Как правило, эти ситуации не возникают, когда мама хочет ввести творожок. Ну, потому что далеко не все мамы воспринимают почему-то творог как молочный продукт. Да. И более того, мы понимаем, что концентрация белка огромная. И это казино и так далее. То есть вот эти ситуации риска, педиатр должен их, может, как бы не просчитывать, но должен отдавать на откуп оверху логу. Понятно. То есть после 6 месяцев или в тяжёлой ситуации после года или в 18 месяцев лабораторная диагностика и на глазах у врача мы даём первый продукт. То есть это, наверное, в минимальном количестве. Да. Вот как вы это делаете? Можете рассказать? Прямо свою практику. Ну, так как у нас федеральное учреждение, то, конечно, к нам дети попадают достаточно тяжёлые. И как аллергологи мы вводим продукт, который был эллиминирован. Ну, допустим, находится там на двух, на трёх продуктах. Эллиминированная смесь, какие-то два-три продукта. И до этого все попытки введения других продуктов были неэффективны. Мы проводим аллергообследование. Сравним с тем, что раньше было. Из динамиков рассматриваем клинических проявлений. Очень, скажем так, пристально, тщательно выясняем те обстоятельства, которые возможны контакты с этим аллергеном были. Были ли на это реакции и так далее. То есть, это целая система. И потом проводится флокационный тест. Флокационный тест представляет собой дача, ну, если мы говорим о молоке, дача молока с минимальных количеств. Надо сказать, что молоко, несмотря на то, что мы зачастую считаем, что молоко не стоит аллергеновый продукт, по сравнению с орехами, но характеристики молока, реакция к молоку, чтобы была реакция, приблизительно то же количество миллиграммов, то же, как и орехов. То есть, есть такой показатель, вызывающий дозу. Что это значит? Минимальное количество, которое вызывает продукты. Ну, обычно это белок, который вызывает реакции у одного процента пациентов с аллергеном, как и ореховым молоком. Она составляет 1, 2, 3 миллиграмма. Молока или белка молочного? Белка молочного. У нас данная ситуация, как бы, это очень маленькое количество. какое количество молока в этом случае стоит использовать. Потому что мы с вами говорим, минимальное количество. Для кого-то это 100 миллилитров, для кого-то это 2 капли. Если ребенок переносит 50 миллилитров, то, как правило, он переносит 50 миллилитров молока, то, как правило, у него нет таких миллилитров молока. То, что является миллиграммами, это, конечно, исключительно редкие дети, но вместе с тем, то количество 1, 2, 3 миллиграмма, можно представить, что это должны следовые количества. Это что-то эфемерное. Вот вы сказали про следовые количества. И здесь следующий, наверное, мой вопрос. Все было хорошо. Ребенок в течение 4 месяцев на элиминационной диете. Протворожок мы с вами уже сказали. И тем не менее. Вот появилась реакция у ребенка. Мама говорит, ничего не нарушала. Полностью элиминационная диета. Какие вопросы надо маме задать? Что на самом деле там могло быть? С чем вы сталкивались в вашей практике? Родители должны очень четко описать сам эпизод. Идеально, если есть какая-то документализация. То есть, допустим, была фотография. Эпизод описывается с возможностью по минуту. В этом случае нужно учесть, допустим, выходной день. Мамент беда. Какие дополнительные продукты? Дома либо в мельке? Дома. И так далее. То есть, это целый список вопросов. Ну, обычно это где-то 15-20 вопросов. Но в реальной практике мы выходим на, скажем, на триггер. Это где-то 5 вопросов. Но эти вопросы, на самом деле, очень редко задаются. Мы должны понять, возможно, какие-то контоминации. Допустим, ребенок ест какой-то продукт, которым по определению должно быть молоко. Мы все знаем о возможности контоминации. То есть, и поэтому, допустим, такие вещи, как может содержать, мы всегда расцениваем как факт. Поэтому очень много нюансов. На самом деле, я понимаю, что педиатрическое продукт будет излишне. Но вместе с тем, вот этот эпизод, его нужно документализировать. То есть, максимально подробно описать, что было с ребенком, когда произошел, в какое время. конечно, конечно, я думаю, что дети с пищевой аллергией, обязательно родители в этом случае ведут пищевой дневник. Должны вести. И фиксировать продукты. То есть, мы спрашиваем маму в этой ситуации не о том, как вы считаете, на какой продукт это произошло, а просто мама перечисляет все продукты, которые ребенку давали. И все, это значит, даже минимальный перекус. То есть, кусочек печенья, который стащил у старшего брата. Абсолютно. Здесь есть еще такая вещь, которая практически всегда присутствует. Когда мы общаемся, допустим, с родителями, коллеги наши присылают нам информацию. Очень часто родители воспринимают все обобщенно. А в реальности... А что значит обобщенно? Ну, допустим, у ребенка было 4 эпизода. Мама рассказывает. Каждый раз у нас. Я думаю, любой из педиатров с этим сталкивался. Энергологи тем более. Если мы каждый раз у нас воспринимаем как стереотипный патрон симптомов, это не так. Нужно, чтобы каждый раз было описание. То есть, каждый симптом, то есть, если мама говорит каждый раз, пожалуйста, опишите первый раз, второй раз. Воспоминаем дату, когда это было. Если мама не помнит точно, стараемся вспомнить день недели, чтобы она вспомнила. Утро, день, вечер. Что еще происходило в течение этого дня? Это все поможет дальше найти причину. Я понимаю, что иногда невозможно специалисту, иногда родители вводят в заблуждение. Это все понятно. Но в любом случае, педиатр должен понимать, что отправить к специалисту в тот момент, когда кончается компетенция. Это очень важный переход. И опять-таки специалист должен быть компетентен в этом вопросе, потому что, конечно, наша страна огромная и очень много каких-то особенностей. Во многих регионах педиатры могут быть намного опытнее и разумнее для оргологов. И мы все это хорошо знаем. Действительно бывает, что оргологи специализируются, например, исключительно на кромхиальной астме. Такое тоже бывает. И в этом случае действительно с детьми первого года жизни, когда мы видим неприносимость белка корового молока, педиатр бывает более компетентен. Еще очень важный момент, когда идет описание. Сегодня в основном белка корового молока могут быть и другие цикеры. И это особенно важно. допустим, есть такая нозология, можно сказать, множественная неприносимость пищевой белка. Мы, когда собираем, каждый эпизод прописывается, мы можем найти информацию дополнительную. То, что может быть ключевое в дальнейшей жизни ребенка. И это, конечно, очень правильно. Особенно, если были устые реакции ищут чего. Обязательно нужно узнать, вызывалось ли скорое. Это ключевой тоже вопрос. Потому что, если вызывалось скорое, это опять-таки посылок тому, что ребенок тяжелый, и, скорее всего, опять-таки, педиатр должен хотя бы на какой-то период времени отдавать леп грудку. Триггером может ли быть не пищевой аллергия? Конечно, да, конечно. И вот наша зона, средняя полоса России, то есть, у нас, конечно, один из ключевых триггеров это пыльца берез. И когда идет пыление, количество острых реакций на другие продукты, на продукты может тоже увеличиваться. Могут быть аллергены кошек, могут быть различные пыльца, клещи домашней пыли и так далее. Триггеров очень много, и поэтому мы понимаем, что диетерапия это одна лишь глобальная часть лечения детей раннего возраста, но это всего лишь одна из частей, которая для педиатра одна лишь ключевая. То есть, мы здесь говорим о том, что если по какой-то причине возникают реакции, то они не потому, что не работает тот продукт, который мы взяли, как элемент, чтобы дополнить питание при эволюционной диете, диете, а потому, что были какие-то другие триггеры. Да, абсолютно, и поэтому у врача должно быть то, что он делает. Более того, есть общее правило, что, допустим, высокий грудной смеси должен помогать для определения смеси 90% детей с аллергии был как коррозии молока. Но при этом мы понимаем, что это должна быть не очень тяжелая аллергия и так далее, но если мы дали высокий грудной смесь, вероятность того, что будет обострение связанное с белками короля и молока, она, конечно, минимальная. Но бывают ситуации, допустим, мама дает одновременную смесь и одновременно продолжает еще какой-то обед, будет какие-то молочные продукты. так бывает. Ну, это достаточно часто бывает, поэтому, как это не кажется, может быть, нам с вами странным, коллеги, но обязательно для мамы надо проговаривать, что молочные продукты это не только обычное молоко, это и творог, это и йогурт. И то, о чем мы говорили, вот эти минимальные количества, очень важно обращать внимание на так называемое скрытое молоко. это могут быть, может быть, печенье, в котором есть минимальное количество. Причем, даже если в составе этого купленного печенья не указано молоко, но оно производилось на той же линии, где и печенье с молоком, мы можем иметь в этом случае контоминацию. Бывает, конечно, у родителей, они же хотят расширять рацион ребенка на втором году жизни. И здесь, опять же, можно проговорить с родителями, что в том, числе и смеси на основе аминокислот можно использовать как молочную составляющую молочи в своей домашней кулинарии. То есть, мама может сама испечь тоже печенье, например, с использованием аминокислотной смеси и будет уверена, что контоминации в этом случае не произойдет. Но, опять же, здесь, конечно, надо учитывать, что и свою кухонную посуду нужно использовать отдельную, в которой не было молока. То есть, не ту, которую вы делаете, сырники для всей семьи, а отдельная посуда в этом случае должна быть для приготовления продуктов ребенка, потому что, к сожалению, такое тоже бывает. Александр Николаевич, вот вопрос. Мамы же, во-первых, хотят действительно расширять рацион и зачастую не выполняют рекомендацию врача и по назначению смеси. Им кажется, лучше я подберу что-нибудь другое. Вот как вам удается маму убедить в том, чтобы она использовала необходимый в этом случае продукт. На самом деле ситуация есть везде в мире, и Россия совсем не исключение. И не только это продукты питания про смеси, это любое назначение врача. К сожалению, задача наша в том, чтобы вот эту приверженность лечению повысить. безусловно, мы не можем скажем так надавить родителей, но в любом случае мы должны донести информацию. Мы доносим информацию, они все равно делают свои выводы. Мы должны понимать, что комплоентность может быть не столь высока. При использовании, но мы всегда проверяем комплоентность, мы задаем дополнительные вопросы, допустим, мы назначили высокий родительный смеси, через две недели тяжелый атопический дерматит, дали какую-нибудь терапию, через две недели мы косвенно спрашиваем, косвенные вопросы задаем, а что вы делали, а что вы ели, какие продукты, не нужно спрашивать, допустим, молоко ели, скажут нет. Конечно, да. То есть, что было там на завтрак, допустим, сколько раз питания, а перед сном что вы пили. Такими вопросами нужно стараться как-то обозначиться, особенно в той ситуации, если не виден эффект. Нет эффекта, это вопрос к тому, что происходит. К сожалению, так бывает, бывает так, что сколько бы вы раз не сказали, мама не слышит вас. Ну, в любом случае, тогда нужно постараться как-то передать этого пациента другому специалисту, так возможно, может быть, либо вы что-то не учитываете, либо комплиентность может быть очень низкая. Какие вы слова используете? Как вы убеждаете? Я понимаю, что обаяние это очень важный фактор. Я на самом деле стараюсь не очень много этому уделять времени. Достаточно, скажем, 3-4 убеждений и обязательно спросить, что у вас, если вы смущаетесь, задайте вопрос, почему это не хотите, либо какие-то есть аргументы. Ну, аргументы могут быть всякие, и понятно, что с достаточно опытом мы можем ответить на любой вопрос, который задаст мама. То есть вопросы могут быть абсолютно любые. Ну, допустим, у меня младший ребенок ел молоко, и это будет есть молоко. А почему? То есть потому что это просто вот такая традиция. Почему? Вообще, какие вот действительно вопросы мамы задают, что мама смущает? Любые, абсолютно. Здесь очень важно, зачастую не верят докторам, а верят анализам. Да, вот мы всегда понимаем, то есть такой вариант есть, но, допустим, сделать IG маленькому ребенку до 6 месяцев вероятность того, что получится, она не столь высока. При этом ребенок может реагировать на молоко, может после не увидеть какие-то органы. Поэтому это обстоит после 6 месяцев и маленький ребенок, ну хотя бы сделать клинический анализ крови, который уже что-то может из зенофилею показать, еще какие-то аспекты. Вот подход такой, скажем, документализации с нашей стороны, а может быть задавать вопрос, а вы фотографировали ребенка, видите, допустим, 4 месяца, сейчас 6 месяцев ситуация не меняется. Допустим, можно сказать маленькую лекцию о сухой кожи, маленькую лекцию о воспалении, которая может что-то перевести, перейти, но безусловно, здесь не надо пугать ребенка, говорить, что будет астма и так далее, это неправильный путь. В любом случае мы должны и приободрить ребенка, родителей, и где-то сказать, что это наш общий путь, что мы не бросаем, мы наоборот рядом, но каждый родитель мы должны соценить как доктора, насколько наше взаимодействие будет именно сотрудничеством. Какие еще вопросы, какие еще возражения со стороны мамы могут быть? Мы уже сегодня затрагивали тему, насколько полезно молоко. Мама может рассказать историю, что без молока ребенка не холодно, чего-то еще. Тот путь, который сейчас существует, к сожалению, мы это часто видим, продуктами и молоком. Безусловно, врач должен быть готов и врач должен абсолютно четко говорить, что не молоко по своей и в утритивном свойствах и по всему остальному это намного больше опасности, принципиальной опасности в сравнении с гидролизной смесием и более с инокислотной смеси. Допустим, не молоко, миндаль. То есть альтернативы молока, которые есть, наверное, и миндаль, и соя, и овес, и совершенно забывают о том, что там есть свой белок, который точно также может ситуация, допустим, с соей, которая 30-50% детей с аллергеной и коровей молока требует года жизни, они само собой будут давать аллергену на сою. Чем тяжелее ребенок, с большей вероятностью это будет, допустим, если мы говорим о миндале, вспомнили, то, конечно, это один из самых ярких аллергенов. То есть, как бы, здесь, конечно, должна быть очень хорошая документация. Но, безусловно, родители зачастую опираются на мнение интернета, на рекламу, на вот эту красивую фразу «молоко». Но это задача именно педиатра зачаровывать. А если что-то не решили? Зачаровывать родители. Когда это взрослый человек, и он каким-то образом хочет расширить свой рацион по растительным продуктам, то это может быть. Наверное, такие продукты все-таки родители чаще используют после года, на втором, или даже на первом году жизни бывает? На самом деле, наш показывает, наш, я думаю, всех педиатров, что возможности изменения диеты в настоящее время не огромны. То есть, они безумно большие, зачастую родители делают такие интересные действия, что даже их сложно объяснить. То есть, как бы, при этом они исходят очень часто из концепции здорового образа жизни. То есть, это вот особенность, допустим, мегаполисов, я думаю, всех, где достаточно большое количество молодых живет в таком образе жизни. Действия могут быть очень странные. Допустим, дача маленькому ребенку топтов, еще что-то, каких-то продуктов, допустим, подход к рисовым диетам, каким-то, хотя по нутритивному статусу они безусловно не могут никак сравниться даже близко с гидролизными смесями, где все просчитано. Ну, безусловно, то есть, когда мы говорим о вот этих растительных аналогах молочных продуктов, во-первых, можно посмотреть на уровень белка. Уровень белка зачастую, если мы берем, например, овсяное, в продукте в готовом, он будет ниже значительно, чем то, что необходимо и то, что будет в том числе смеси. Но тут даже не сам уровень белка, а аминокислотный спектр очень важен. Профиль аминокислот, потому что, безусловно, в этих растительных продуктах не будет всего необходимого количества и нужного уровня незаменимых аминокислот. То есть, мы получаем продукт с лимитирующими фактически аминокислотами, которые не будут удовлетворять потребности ребенка. Я уже не говорю про уровень кальция, который необходим витамин, минеральных и всех остальных компонентов, тех же, например, длинноцепочных полиненасыщенных жирных кислот, то есть, про всю нутритивную составляющую. И тут, безусловно, важно, наверное, чтобы педиатр объяснил родителям, что не спешите на втором году заменять вот эту специализированную смесь на продукты аналоги молока на растительной основе. Получить мощность, совершенно не только реакцию аллергическую, но и просто нарушение противного статуса. Они также, что, естественно, отразится и на росте, и на развитии ребенка. Еще какие возражения у мам бывают? Ну, они могут быть абсолютно различные, допустим, а мы уже раньше это делали. И не помогало. Да, вот такой действительно интересный аргумент. А мы пробовали, не помогает. Что в этом случае? В этом случае мы еще раз проверяем все триггеры тяжести ребенка непосредственно нозологии. Насколько вообще нозологии связаны с аллергией. Ну и как бы и так-то из этого исходит. То есть, на самом деле, ко мне, допустим, приходит практически любой пациент, который уже это пробовал. И это пробовал относится не только к высоких гидролизным смесям, но и к каменокислотам в том числе. То есть, это очень хороший аргумент. Он ставит доктора всегда в позицию такого изобретателя, который должен что-то доказывать. но надо стараться объективизировать эту информацию, которую дают родители. Ну, то есть, действительно, понять, что значит пробовал. Опять же, я на своей практике сталкивалась с тем, что, да, пробовали, пробовали уже аминокислоты. А когда ты начинаешь разговаривать, выясняется, что постепенное было введение аминокислотной смеси, в результате дошли до такого состояния, что 50% дневного рациона была смесь на основе аминокислот, 50% обычная смесь на основе коровьего молока. Но мама ожидала, что это приведет к тому, что будет хотя бы снижаться. Она говорит, ну, я же вообще не видела никакой реакции. Ведь я стала давать меньше обычной смеси, значит, у меня должно было быть уменьшение симптомов. Да, это как бы аргумент. Аргумент, допустим, если мы, прежде всего, говорим об аминокислотных смесях, очень часто родители либо кажутся, либо они где-то прочитали, что они обладают недостаточно нитритивными свойствами. Да, тоже бывает. Такая проблема существует, но в умах прежде всего родителей. Мы хорошо знаем, что в аминокислотной смеси их состав он максимально приближен и каких-то значимых изменений нитритивного статуса у ребенка есть, допустим, аминокислоты, если у ребенка есть, имеет место только пищеваря, нет какого-то еще сопутствующего тяжелого соматического заболевания, это вполне достаточно для покрытия всех потребностей ребенка. Другое дело, что мы всегда как специалисты должны проводить динамическое наблюдение за этим ребенком. Есть ли возможность что-то вводить ребенку в диету, рассматривать различные ситуации, но ни в коем случае мы не считаем, что кислотные смеси они не полноценны для маленького цена. Понятно, спасибо большое. Можете вспомнить какую-то ситуацию может быть из вашей практики, когда родители, мама приходили с ребенком, отказывались категорически от смеси, вообще какой был самый длинный период, когда вам не удавалось убедить, а потом мама все-таки попробовала смесить, и что к этому привело? Я как уже сегодня говорил, на самом деле ко мне уже приходят немножко настрадавшиеся, не настрадавшиеся обычно те дети, которые очень быстро приходят, они уже приходят в уверенность, что им помогут, и поэтому они следуют. Ну да, поэтому у вас приверженность повыше, конечно, чем... Безусловно, выше, те, которые настрадавшиеся, ну, бывают ситуации, допустим, если продолжается крупная скорость, а мама все равно подмегает молочные продукты. Такая ситуация... Хорошая тема подходит с вами. Очень значимая, очень важная, ну, как бы... Но всегда надо убеждать, но не очень много времени на это тратить, потому что чем больше времени на это тратим, тем больше усилиями находятся аргументы. Мама начинает возражать. То есть опять же мы приходим к тому, что нужно понять, а почему мама возражает? Выяснить эту причину. Не просто убеждать, высыпая на нее мешок аргументов. Ну, как показывает практика, мешок аргументов не работает, он работает, мало того, хуже, чем в той ситуации, когда вы найдете один-два аргумента. Но эти один-два аргумента должны попасть в точку именно для конкретной мамы. То есть если маму беспокоит вопрос химического состава, то соответственно мы даем аргументы в этом отношении. Если маму беспокоит, что ребенок будет плохо развиваться без молока, то мы даем аргумент в этом отношении. То есть мы должны подбирать аргумент непосредственно под то беспокойство, под ту проблему, которую мама высказывает. Ну, а здесь конечно надо все-таки понять, что конкретно мама беспокоит. Зачастую тоже. На самом деле это очень важная тема, чтобы понять, что хочет желание пациента. Могут быть экономические вопросы. и родители смеси говорить о том, что правильное использование аминокислотных смесей приводит к снижению длительности, например, наружной терапии или системной стероидной терапии? Это опять-таки это в принципе абсолютное правило. Если мы даем аминокислоты, и у ребенка есть атопический дерматит, именно связанный с пищей, ассоциированный с пищевой аллергии, две недели и мы обязательно увидим эффект. Чуть больше времени нужно, допустим, для того, чтобы исчезли симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, но на самом деле симптомы исчезают, если мы быстро, за сутки переходим на аминокислоты, симптомы исчезают 2-3 дня при адекватной наружной терапии, мы это очень быстро увидим. Но опять-таки это очень важно, чтобы и родители это увидели. Ну понятно, это быстрый в принципе тоже тогда это может быть аргумент, что в дальнейшем от наружной терапии, от системной терапии удастся быстрее уйти, если мы таким образом купируем симптомы. Как раз тема еще одна достаточно такая сложная, которая на сегодняшний день вызывает много споров. Вы уже сказали, что мама продолжает частично грудное скармливание. Мы понимаем, что грудное молоко в любом случае это золотой стандарт, это лучшее, что может быть, для ребенка и, соответственно, как вести себя маме. Нужна ли маме эллиминационная диета? Потому что, опять же, почитав разные мнения, в том числе исследования, даже, по-моему, был систематический обзор, который говорил о том, что нет эффективности. Ну, на самом деле все очень просто, надо верить себе, своему клиническому опыту. Я думаю, любой педиатр сталкивался с ситуацией, когда мама абсолютно четко съедает какой-то продукт, потом кормит ребенка, и у ребенка обостряется, допустим, этапический термин. Это, как правило, если здесь, на самом деле, не было таких исследований. Делать систематический обзор, это одна история, которая уравнивает все и вся, и требует доказательную медицину, но любой маленький ребенок, он не совсем входит в доказательную медицину. Он чуть-чуть выбивается. на самом деле, никто не знает, какие количества белка нужны именно для маленького ребенка. И для вот этого конкретного ребенка. Для этого конкретного тем более, да, проекционные тесты для маленьких детей, если мы говорим совсем маленькие, от 3 до 6 месяцев, самый такой момент, когда именно идет грудное вскармливание, я, честно говоря, не слышал, что кто-то делал в мире проекционные тесты таким маленьким детям. Ну, я думаю, что вряд ли кто-то решился. Я могу объяснить, почему. Потому что интерпретация этих проекционных тестов, она практически нереальна. Существует еще очень важный момент, который тоже, надо сказать, третический аспект. Вряд ли кто-нибудь из родителей даст возможность согласиться. Поэтому, скажем, эти метасистематические анализы, системные, как угодно можно назвать, они основаны на предположении. Мы живем в мире доказательной медицины, и, соответственно, мы должны любое действие доказывать с использованием статистики, не просто спекулятивно. Если мы возьмем, допустим, и наш личный взгляд, как любой из врачей из этого видел, и, допустим, исследования тех же самых финских с коллег, ну, не знаю, достаточно много таких исследований, и они показывают конкретную когорту выборку больных, которые давали реакции на молоко. мама пьет коровье молоко, после этого кормит грудью, и у ребенка возникает высыпание. Ну, прежде всего, высыпание. Такие исследования есть, они как бы достоверны, и их тоже надо учить. Конечно. Если мы эти исследования просто откидываем, в силу каких-то причин, в силу каких-то других причин, а собираем какие-то другие исследования, которые тоже основаны, ну, непонятно на каких требованиях, наверное, это не совсем доказательная медицина. Спекулятивный подход в данном вопросе невозможен. Более того, единственный белок, который может посмотреть в грудном молоке, исходя из коровья молока, потому что многие белки в грудном молоке похожи на коровье молока, это бета-лактор-глубу. Тот белок, который вовсе не является самым главным белком в коровье молоке с точки зрения экспозиции аллергологии. И как сила этого белка, потенциал аллергенный потенциал данного белка намного меньше, чем казиновая фракция. Более того, этого белка намного меньше, чем казина. Здесь огромное количество различных доказательств, но главное, что мы должны доверять себе, нашему клиническому опыту, ни в коем случае не откидывать любые другие исследования, которые противоречат нашему мнению. То есть, если мы видим, что мама действительно съедает тот или иной продукт, мы приходим к тому, что и мама должна вести пищевой дневник, и пищевой дневник, уже когда ребенок подрастает, что давали ребенку, и есть реакция на какой-то конкретный продукт, маме нужна иллюминационная диета. Возможно, что кто-то из мам может себе позволить 50 миллилитров того же йогурта, а кто-то и этого не может себе позволить, потому что у ребенка возникает реакция. На самом деле, вот эти доз зависимости, они существуют, но это очень такой сложный процесс, и, скажем так, объяснить матери, сколько нужно молока, невозможно. То есть, это... Ну да, то есть, маме, если разрешить, то это может... Да, то есть, а мы, наша задача все же контролировать процесс, и когда мы контролируем, мы понимаем, что происходит. То есть, контроль это очень доза у меня педиатра. Педиатр, ну, ключевой, извините, он в реальности, и фактически педиатр должен обладать, ну, в достаточной степени авторитета у матери. Я понимаю, что это очень тяжело, но в любом случае мать большей степени должна доверять педиатру, чем средства массовой информации. А для этого, в том числе, педиатр должен строить отношения с мамой, не просто патерналистки давить, а действительно построить отношения. Еще один вопрос в отношении беременных женщин. Да, мы уже с вами сказали про родное вскармливание. Необходимо ли беременной женщине соблюдать лиминационную диету? В каких ситуациях может быть имеет смысл рассмотреть, если у мамы самой есть те или иные аллергические заболевания, может быть, если у старшего ребенка в семье была или имеется непереносимость аллергии на белки коровьего молока. Как в разных ситуациях быть? Концепция профилактики это очень сложно. Концепция профилактики для таких распространенных заболеваний, группы, которые под титрами пищевой аллергии, это крайне сложно. Мы должны понимать, допустим, когда мы делаем профилактику, чего мы хотим. Хотим, чтобы не было вообще аллергии. тяжелого заболевания. Хотим, чтобы у ребенка не было бронхиальная астма и так далее. То есть концептуально построить исследование очень сложно. Но в целом мы хорошо понимаем, что рацион беременный, он должен соответствовать ее обычному рациону, то, что она хочет. Если у женщины имеется какая-то пищевая аллергия, соответственно, антипродукты не должны есть. Это понятно из позиции ее здоровья. В остальном рацион обычный, скажем так, достаточный. Ну, в принципе, это желание женщины. То есть добавлю с позиции диетологии, что безусловно для беременной женщины хотят построить дополнительный рацион, дать ей какие-то новые продукты, очень полезные, которые могут считаться. И здесь надо придерживаться правил, что если мама эти продукты не пробовала до беременности, беременность это не тот период, когда стоит их первые попробовать, потому что мы не знаем, будет ли на них реакция. Вы перехватили мои слова полностью. Да, конечно, и на самом деле вот здесь важное правило, которое концептуально опять-таки нужно придерживаться во время беременности культурных традиций. То есть, допустим, люди, переехавшие из Средней Азии в Москву, они в момент переезда должны сразу начинать придерживаться европейского образа жизни, абсолютно новой для них диеты. Где-то они в течение беременности и так далее они должны все же таки питаться в своем прежнем режиме. Это очень значимо. Именно то, что, на отличие принципиальной Российской Федерации от многих других стран, то, что у нас сохраняются культурные традиции, связь между поколениями, бабушки, дедушки, если они здесь в семьях, все же таки как-то прислушиваются и так далее. Культурные традиции это очень важно. в целом для пищевой энергии это исключительно важно. В целом для адаптации это действительно важно, потому что сегодня, если раньше мы считали, что любой человек может питаться любыми продуктами, сейчас мы очень четко видим, что все-таки у нас имеется такая вот особенность. Это хорошо показано на различных мигрантах и исследования такие есть, что когда они переходят на тот образ питания, который в стране, куда они приехали, у них значительно быстрее возникают дефицитные состояния, нарушения в сравнении с тем, что если даже вот такой какой-то сбалансированный, но привычное питание будет у тех, кто живет на этой территории давно. То есть подводя итог в отношении питания беременной женщины, мы говорим о том, что диета должна быть сбалансированная, если существуют какие-то продукты, которые мама не переносит сама, у которой есть аллергия пищевая у мамы, эти продукты есть не надо. Не надо вводить новые продукты, но при этом на какую-то жесткую диету сажать беременную женщину тоже не нужно. Правильно я понимаю? Да, конечно. Бывают всякие эксквизиты, допустим, литр молока. Наверное, это неправильно, по-любому неправильно. То есть вот это разносторонница, расширенность и так далее, все общие правила, которые должны действовать на время переносит. Рыба прекрасна, это хорошо, но, наверное, три раза в день, семь дней в неделю это тоже неправильный подход. Спасибо большое, Александр Николаевич. Я думаю, что мы уже будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Мы обсудили введение и использование аминокислотных смесей, смесей на основе глубокого гидролиза при аллергии на белок коровьего молока, как эти продукты могут помочь в эллиминационной диете, помочь составить сбалансированный рацион, как у ребенка первого года жизни, так и у ребенка второго, третьего года в жизни. И в заключение я хотела бы буквально такой блиц-опрос. Готовы? Да, конечно. Первый вопрос. Только не кидайте сейчас мы ничем. Ладно? Как вы считаете, при аллергии на белок коровьего молока стоит ли переходить на козье молоко? Конечно, нет. Мы все хорошо знаем степень гомологии схожести белковых структур она огромна. 90% детей, у которых есть аллергия к коровьему молоку, дают реакцию на коровье молоко. Многие дети, которые даже никогда не ели козье молоко, мы найдем IG козье молоко и так далее. Но еще есть важный момент. Есть дети, у которых будет изолирована аллергия, только козье молоко. Выбор козьего молока не гидролизного, а его гидролизного. В нашем арсенале его нет. Я не знаю, по крайней мере. В мире, по сути дела, его нет. Безусловно, это плохой вариант. То есть, это мы не делаем. Мы не пробуем, не тянем время таким образом. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. У ребенка ребенок на грудном скармлив. Да, у него не было еще пока пищевой аллергии. Введение прикорма до шести месяцев и после шести месяцев имеет ли значение для профилактики пищевой аллергии в дальнейшем? Введение прикорма, в принципе, если ребенок с аллергическим заболеванием или нет, происходит поблизительно в один и те же сроки. Но здесь есть очень много аспектов, очень разных аспектов. и исследования тоже показывают на самом деле не столь однозначно. Как часто мы говорим, окно толерантности, окно возможностей. Я про это как раз. Да, с четырем до шести месяцев. Но на самом деле эти исследования не столь однозначны. И здесь есть очень большая степень персонализации. Если мы видим, допустим, ребенка, у которого огромное, мы можем предполагать, что тяжелое течение дерматита, предполагаем, что у него большой спектр сенсибилизации, но скорее всего мы будем где-то отдалять введение препаратов прикорма. Допустим, уходить от такого прикорма, как яйцо. То есть вариаций очень много, либо делать прикорм после того, как мы сделаем аллергообследование. Если мы увидим ребенка, который вроде бы никогда не употреблял продукты, личностно связанный, допустим, с яйцом, а у него уровень IG ковальбумина допустим 10, то, конечно, яйцо это не выбор для этого ребенка. Более того, такой нюанс существует, что могут быть тяжелые реакции на первые введения продукта, но должно быть действие осмысленное. А в отношении говядины, если есть аллергия белок корового молока? В отношении говядины в целом считается где-то максимум 10% аллергии белок корового молока будут реагировать на говядину. Но это, как правило, те дети, у которых тяжелые реакции и у них есть такой определенный белок вычесывающий агумин, специфический айджи к этому белку. В принципе, мы для детей с легким атопическим дерматитом, с невысокими уровнями айджи к белкам корового молока, мы не боимся говядины, но при этом тоже должен быть достаточно обдуманный шаг. То есть не между делом. то есть говорить о том, что мы выделяем на сегодняшний день какие-то гипоаллергенные виды прикорма, наверное, не совсем логично. Наверное, да, наверное, не так, потому что в принципе, да, мы пользуемся этим окном толерантности, но как бы персонализация это вот то, чем должны мы заниматься как врачи. Не лечить с помощью искусственного интеллекта, я условно говорю, всех в один шаблон гоняя, именно педиатр должен конкретизировать назначение, пользоваться всем объемом знаний, которые сейчас существуют, очень много, но его действие должно быть персонализировано под конкретного пациента. Спасибо большое. И последний вопрос. Если пищевая аллергия появляется у ребенка, ну скажем, ближе к школьному возрасту, в этой ситуации, что вы в первую очередь исключаете, молочный белок или другие продукты? Бывают абсолютно различные ситуации, все прежде всего зависит от истории. То есть вот история это где-то 90% того, что мы выйдем на правильную диагностику лабораторную, которая будет подтверждать либо отвергать нашу гипотезу. Конечно, дети 5-6 лет может быть развитием молочной аллергии, допустим, аллергия к яйцу, но очень часто бывают растительные аллергены. То есть после более поздней сроки развитие аллергии к растительным аллергенам это обычная история на самом деле. То есть если у нас ребенок раннего возраста, первый год жизни, особенно на втором год жизни, то есть это животный белок, то есть мы в первую очередь исключаем белок корового молока в альбумин, яйцо, возможно, другие животные белки, а если у нас ребенок более старшего возраста, то там скорее мы можем проводить дальнейшее обследование, не исключая молочный белок. Да, конечно. То есть это вот нюансов очень много, но в любом случае это глобальная тенденция растительные белки, это более старший возраст, маленькие детишки, это животные белки, конечно, по своему составу, по нутритивной ценности на порядок превосходят растительные Ну, безусловно, да, то есть по аминокислотному спектру, и поэтому нам необходимы заменители. Да, поэтому мы как раз сегодня дискутируем именно в этом плане, животные белки это номер один для маленького ребенка. Спасибо большое, спасибо, Александр Николаевич, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу, всего доброго, до свидания. Спасибо, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова